Остаться незамеченным не удалось. Как правило, так происходит в большинстве случаев. Если проникнуть на территорию и получилось, то вынести награбленное почти невозможно. Система видеонаблюдения и усиленная охрана объектов работает на ура. Объект оборудован кнопкой тревожного сообщения с подключением на Росгвардию. В случае проникновения охрана нажимает на кнопку. В течение трёх минут Росгвардия моментально приезжает. Перед тем, как задержать преступника, спецподразделение тихо и оперативно осматривает территорию. Как правило, есть чёткий алгоритм действий, но иногда приходится импровизировать. К примеру, если преступник вооружён, действовать нужно по обстановке. Власить закону, если оказывается сопротивление, то сотрудники применяют оружие. Экстренная ситуация, но бывает, допустим, преступник не один, допустим, преступников несколько. У нас сразу при поступлении тревожной кнопки, при поступлении сигнала с объекта, то, что сработала тревожная кнопка, либо просто, допустим, сработал объект, сигнализация на объекте, у нас выезжает обычно несколько экипажей туда. То есть один экипаж принимает, другой выезжает на подстраховку. На выезд сотрудники спецслужбы выезжают при полном омбудировании, который весит более 10 килограммов. Это вот такой бронежилет, обязательно противогаз, выглядит он вот так, шлем, который, кстати, тоже достаточно тяжёлый. По сравнению с этим бронежилетом, конечно, ничего не сравнится. Также есть резиновая дубинка, огнестрельное оружие и газовый баллончик. В среднем за сутки у сотрудников Росгвардии более 30 выездов. Не каждый способен выдержать такую нагрузку. Но когда понимаешь, что именно от тебя зависит безопасность и порой даже жизнь людей, сомнений не остаётся. Уверен каждый из них. Диана Малерова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ.